Как прекрасно, что у нас дружная есть семья. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Наталья Кузнецова, психолог, член Общероссийской психотерапевтической лиги, член Крымской ассоциации психологов-психотерапевтов, специалист по вопросам родов, воспитания детей и вопросам семейного образования. Сегодня моя рубрика «Беседы о важном». И сегодня у меня в гостях моя коллега Лазарева Ольга Олеговна. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Наташа. Представьтесь, пожалуйста, нашим телезрителям. Я хочу поприветствовать всех и выразить огромную благодарность Наташа вам за то, что вы делаете такое важное дело. Вы освещаете такие интересные темы и просвещаете людей. Поэтому благодарю за приглашение. Я ждала долго нашего с вами интервью, которое хотелось бы приурочить к 8 марта. Вы сейчас представитесь, расскажите о себе. Я детский психолог, взрослый психолог, работаю в индивидуальном, групповом плане, семейный психолог. Я являюсь также членом Общероссийской психотерапевтической лиги, Общество содействия символ драмы, ассоциации песочной терапии. Люблю использовать очень разные методы в своей работе. Это песочную терапию, арт-терапию, метафорические карты, а также всевозможные игры, которые развивают детей. Не только эмоциональный, но и когнитивный аспект. Здорово. И еще вы с вашим супругом ведете семейные пары, что в нашем городе Севастополе это, в общем-то, эксклюзив тоже. Это такой универсальный, скажем, обмен информациями. Когда на консультацию приходит пара, то мы тоже с супругом пара. И мы пара психотерапевтов, мы ко-терапевты. И рассматривается много задач за один сеанс. То, чтобы, если мы ведем поодиночке семейную пару, скажем так, это двойной удар. Я бы так это назвала. Потому что это и профессионализм, это и введение в символ драме системной семейной терапии, скажем так, мы в одном направлении работаем. И еще дополнительно, что это мужское и женское. Что мы не присоединяемся к кому-то из партнеров, потому что мужчины думают, что мужчина защитит во время консультации, или женщина. И вот этот вот аспект позволяет не присоединяться нам, а показывать какие-то с двух сторон вещи. Потому что бывает так, что какие-то аспекты затронуты в консультации касаются женщины непосредственно, или мужчину. И это очень важно, чтобы они видели два разных мнения. То есть и дополнение друг друга. Вот этот уникальный формат. Да, да, да. Оль, сегодня тема нашего... Можно мы на «ты»? Да. Тема сегодня нашей встречи – женственность. И хотелось бы очень осветить в контексте именно женственность, как она приходит в этот мир, и как она расцветает, процветает. И особенно коснуться подросткового периода, когда женственность может расцвести как раз, да, или утратить, отвернуться от себя, и пойти, ну скажем так, в заменители, в обертки я их называю, что способствует развитию процветания женственности, и что, ну, влияет деструктивно и приносит боль и губит женственность. Мы сегодня будем говорить о нас, о девочках. Тема, да, тема женственности. И мы сегодня такие разные с тобой, да. Я люблю вообще о себе говорить, люблю говорить о нас, о девочках, о женщинах. И тема женственности для меня с начала моей терапии, я в терапии уже 9 лет, уже 10-й год пошёл, это такой был сначала поиск ответов. В итоге это вылилось в путешествие к себе. Несколько дней назад вспомнились слова моей бабушки Маруси, когда я там подростком, когда-ка-ка-ка, что-то кричала мне так, «Ах, ты чё вышла из себя?» И вот это вот, наверное, какие-то фразы там от мамы, от бабушки, от папы, от дедушки, они сформировали у меня мнение о себе. Но мнение других людей обо мне было «это не я». А вот когда я вернулась к себе, нашла себя и продолжаю себя исследовать, потому что там вообще такой внутренний мир оказывается, женственность, она безграничная и разнообразная, и разная, как вот мы сейчас представлены, да, две женщины, мы, каждая в своём образе пришла. Но образ – это больше, как мы представляем себя, как роль социальная «я женщина», да. Мне бы хотелось начать нашу дискуссию, такой разговор, размышление именно о том, вот женственность – это вообще о чём? Это что? Ну, если брать само понятие женственности, то ответы у нас всегда приходят по-разному. Но если брать в целом женственность, это совокупность качеств, которые присущи только женщине. Это нежность, мягкость, забота о близких, забота о супруге, хранительница очага, это умение вести себя, то есть это целый такой формат этических каких-то качеств, для того, чтобы, некий ориентир, да. Но есть роль женская и женственности, социальная, а есть внутренняя женственность. И вот здесь… Хотелось бы начать именно с внутренней женственности, как семя, которое рождается, ну вот, в гендерном обличии девочки. Да, вот родилась девочка. Девочка родилась. По гендерным признакам. И вот там вот это семечко женственности. Это как? У всех оно у девочек одинаковое? Или как вообще? Об этом бы хотелось больше, о внутреннем состоянии. Как внутреннее состояние рождается? Когда рождается девочка, здесь важно отношение между родителями, да, хотели девочку или хотели мальчика. И уже здесь мы видим, вот, скажем так, задатки этой женственности. Девочка рождается уже с этим набором качеств, да. Женственность в ней есть изначально. Естественно. Важно ее не нарушить и не, скажем, загнать в дальний угол, когда, мы будем сегодня говорить про ряд причин, да, и где эта женственность потерялась. И таким образом девочка... Заключили в тюрьму, запреты. Запреты, да. И здесь очень важно смотреть на семью и как девочка воспитывалась. И все ее качества, когда она приобретала, да, взросление, чтобы его разумно сопровождали родители. Потому что первый социальный институт – это семья. И очень важно не только мнение мамы о девочке, но и папы. Что даже наиболее важно. Мамин пример, а папина отношения, да. Вот приносят девочку из роддома. И говорят, какая ты красавица, какая миленькая, и так далее. И глазки, и губки, и щечки, и все. Все прекрасно и любуются. И вот как папа к этому подходит, да. Мама, понятно, она включается сразу. В ней это природное. И мама заботится. Но мало того, она еще и показывает собой пример. То есть какая она, женщина, женственность, как с ней. И здесь очень многие папы бывают порой ведут, пугаются женственности. И говорят, вот она подрастет, я буду с ней играть. А здесь важно с самого-самого рождения. Чтобы папа подходил к кроватке, чтобы брал на ручки. Чтобы ребенок рос в любви и принятии. Потому что если папа не подходит и не говорит девочке, я тебя люблю, ты моя самая лучшая. И не закладывает вот эти космосы. Красавица. Красавица. Умница. Я так горжусь тобой. Принцесса моя. Но бывают мужчины, которые не очень словоохотливые. Тогда они могут обнимать. То есть давать тепло, нежность. Тепло, нежность, да. И что девочка вырастает и знает, что папа меня любит. То есть сейчас, наоборот, вот прямо у меня внутри возникает такая интересная мысль. То есть, по сути говоря, мама является больше как образом, примером, на который девочка смотрит. А получает разрешение девочка от папы. Ведь папа, по сути, проявляет к девочке женские качества. Нежность, забота, доброта, ласка, любовь. Мы же говорим об этом как о женственности больше. Но получается, и у мальчиков, и у девочков есть и женские, и мужские качества. Но папа своей нежностью к девочке формирует и дает ей разрешение. Получается так. Он формирует именно те качества, которые она принимает в себе. Вы правильно говорите. Потому что... Вот почему папина роль такая важная и ценная. Почему говорят, если у девочки хорошее отношение с отцом, она будет хорошо воспринимать мужской пол. И выберет по образу и подобию папы будущего супруга или партнера. И таким образом решается очень много задач. Или... Я зачастую сравнивала свою личную жизнь, да. Когда ты с кем-то расстаешься, это же внутренняя трагедия. Но у меня не было к людям зла. Я не помнила... Ну да, обида какое-то время существовала. Боль оставалась, но не превращалась в горе. Но это не было ненавистью. Это не было... Все мужики ужасны, да. И так далее. Потому что у меня был прекрасный образ моего отца. Именно, Оль, вот здесь, наверное, хотелось бы... Как я понимаю образ отца, это... У вас было от отца отношение. То есть не сам образ, а его отношение к вам. Отношение, безусловно. И то, как вы чувствовали себя как женственной, от того, как папа к вам относился, получается так. Да. Мама пахты как интересная. По маме я ориентировалась, как она одевается. Как социальная роль. Мама как социальная роль, да? Да, она же еще и педагог у меня, к тому же. И она всегда носила юбки. То есть вот я помню маму, да, на работе. Это всегда образ советского педагога. Ну и когда... Я помню такой интересный момент, когда мы приехали в Саратов, а маме надо было там к врачу пойти. И она... Я эту фразу запомнила прям с детства. И юбка там или порвалась, или что-то случилось. И она говорит, я к врачу в штанах или в брюках не пойду. То есть это та же все же женственность, которая все равно закладывается и мамой, и папой. Поэтому нет возможности сказать, кто больше вклад вносит. Важно, оба родители важны. Но у каждого своя роль получается. Задачи у каждого свои. Задачи свои. Да. И то, как семья проводит досуг. Если между папой и мамой складываются доверительные. Не то чтобы бесконфликтные. А конфликты, они же в любой семье есть. Они нужны, конечно. Просто они важны, нужны, но с наименьшими потерями выходят из них. Грамотно. Грамотно. Потому что если ребенок не видит, как ссорятся родители, ну в какой-то момент, да. Это иллюзорная. Это идеальная семья, да. Иллюзорная. А оказывается, когда девочка сталкивается потом в будущем. С реальной жизнью. С реальной жизнью и реальным партнером. А он, допустим, какую-то свою проблему агрессирует или тревожится. И ей непонятно. А мои родители не ссорились. Так не бывает. Поэтому важно, чтобы девочка видела, как конфликты разрешаются. Как родители к друг другу потом после этого относятся. Прощение. Милость. Прощение, да. Нежность друг друга. Недержание обид. Отпускание. Отпускание. Ну вот если мы сейчас все-таки вернемся вот к этому семечку, который рождается в теле девочки. Да. Вот вот тельца, девочки родилось. Так вот девочка пришла в этот мир. И там вот эта семечка женственности. Мы сейчас произнесли о том, что именно семейная атмосфера, когда два взрослых, здоровых человека, мужчина мужественный, ответственный, женщина нежная, которая умеет сама, как мама, свою женственность идентифицировать. А кто я? Не просто как мать, жена и женщина в этой социальной, как сказать, как единица социальная, а кто я как именно женственность, как сама природная... Сущность. Сущность, да. То есть душа, она как бы считается бесполая, да. Но как женственность, душа как женственность, это уже тоже такое, как новая такая одежка, все-таки имеет свою сущность. И вот девочка рождается, вот эта вот душа, женственность, женственная сущность. Как еще, кроме того, как в семье вот происходит, как девочка может, вот, если мы говорим... Почувствовать ее. Почувствовать. Вот, вот, ну вот у меня Полиночка, мой подросток, да, моя подростка приходила к вам. Она сейчас как раз с возраста 12 до 18, это сексуальность, идентификация, да. Это время определения, в какую сторону посмотреть. А какая я как девочка, да, то есть как девочка ребенок определяет, когда? С 3 до 6 получается, да? С 3 до 6 формируется половая принадлежность. То есть дети уже в детском саду или дома понимают, что половые органы у всех разные. Есть девочки, есть мачки, да. Да, оказывается, что они все разные, что у мальчиков короткие волосы, а у девочек длинные, что половые функции у всех разные, что у мальчиков видно, а у девочек нет. И вот эти все, ну, как бы они начинают интересоваться своим телом, они могут демонстрировать друг другу, и это нормально, и это не должно пресекаться. Почему? Потому что все ребенку мы необходимо, надо объяснять. Дети начинают в этом возрасте изучать и исследовать. Изучать себя и изучать другого. То есть и тех же девочек, и тех же мальчиков. И в 5 лет уже стойкое ощущение, да, даже есть в тестах на определение интеллекта. Самый первый вопрос, ты кто, мальчик или девочка? То есть если ребенок правильно тебя идентифицирует, да, это плюс еще остальные вопросы, да. Это как детский психолог, он с детьми когда-то разбирает, да. Да, есть на определение интеллекта. Вот, и ребенок говорит, ну, конечно же, я мальчик. Или девочка говорит, конечно же, я девочка. Еще такие глаза делают большие, что, что ты такой тетя спрашиваешь, да. И здесь очень важно, что к кому себя относят, так, к девочкам или к мальчикам. В моей практике было множество детей, но стали встречаться чаще девочки, у которых мужской набор качеств. Папа хотел мальчика, а родилась девочка. Ну, некоторые отцы мирятся, а некоторые нет. Они начинают, то есть девочки делают такого спортсмена. Они одевают мальчиковую одежду, всячески поддерживают образ мальчика. Волосы коротко стригутся. То есть до такой степени может измениться идентичность, вот на такой ранней стадии. Чтобы, ну, как бы, если вовремя не затормозить этот процесс, то дальнейшее, скажем так, развитие может быть по-другому. И девочка потом долго будет искать эту женственность. И не будет понимать, почему у нее не складываются отношения с противоположным полом. Почему она так агрессивна, да. Агрессивность есть в каждом из нас. И это норма. Да, и это норма. Это норма. Но норма в чем? Когда она золотая середина. Если она на низком, значит, человек не может себя защитить. Если она в среднем, да, ну, скажем, здоровая, да, такая агрессия. Здоровая, да. Гнев как определение собственных границ, кто я и кто не я. Границы – это еще понимание того, как ты можешь себя защитить перед другими людьми, да. Вот, смолчать или отвечать и так далее. Можно я перебью немножечко? И долгое время до собственной терапии я прям воевала вот с этим понятием, что девочка должна смолчать. Вот женственность – это показание терпения. Когда девочка молчит, когда она все терпит, когда она не высказывает. Мое все женское существо, оно бастовало. Я сейчас понимаю, почему. Потому что мне навязывались те ценности, которые не присущи моей женственности. Моя женственность, она очень хорошо научилась с детства отстаивать свои границы. Там у меня был перекос в другое, что я агрессировала, когда я боялась. Сильно я не понимала, то есть у меня фабические страхи. И так как я научилась полагаться только на себя, я стала агрессивной девочкой. Сейчас я научилась, что когда я агрессирую, так, Наташенька, я что сейчас, чего-то боюсь? И меня фуф, и отпускает. Да, да, да. И здесь в чем агрессивность-то проявляется? Либо это защита себя, либо это тотальная агрессивность, которая направлена на все. Разрушение. Как разрушение. В твоем случае это защитная. Это защитная реакция. Да. Ну, она просто бессознательная. Да. А есть же люди с высокой степенью агрессивности. Вот чаще всего, если холериков мы рассматриваем, да, ну тут вообще все, скажем так, категории можно рассматривать, да, то холерик, конечно, будет вспычив, взрывной, и женщина, обладающая холерическим темпераментом, будет резко реагировать на сложившиеся обстоятельства. Но тут есть и свои плюсы, и минусы, как в любом деле, да, даже в той же женственности, да, если мы берем мужские качества, то они где-то необходима выносливость, да, где-то необходимо мужество, даже те же самые роды. Надо же решиться на них в определенном смысле, потому что и дать себе разрешение на то, что у тебя все будет хорошо, когда ты поедешь в роддом и так далее. То есть это может касаться всех аспектов личности, жизни, да. И даже момент, когда нужно позаботиться о себе как о личности прежде, чем о своем потомстве и о своем супруге, и даже там о своих обязанностях, это будет называться независимость, независимость, потому что у женщины, да, вот этот вот баланс, который, так вот мне кажется, знаете, как, вот сейчас вот мое такое размышление, вот есть набор мужских качеств, есть набор женских качеств, а вот женственность – это та внутренняя интуитивная мудрость, да, которая помогает девочке, там, девушке, женщине определять, в какой момент времени, в какой ситуации мне сейчас воспользоваться мужскими или женскими качествами. Ну, мы же в социальной сфере сейчас, в лесу ли мы, в офисе ли мы, в школе ли мы учимся. Вот это вот как интуитивная, природная какая-то внутри такая составляющая, которая девочку направляет. То есть когда девочка развивается в семье здоровой, поддерживающей семье, да, с папой, с мамой, мама, пример, папа, любовь и нежность, и принятие девочки, и ее женственности, тогда женственность будет развиваться, процветать, и она будет в норме, да. Понятия нормы, они, конечно, всегда условные. Ну, в разных культурах тоже разные. Да, 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 но если брать нашу культуру славянскую, тогда чаще всего женщину принято видеть такой мудрой, доброй, принимающей, ласковой, нежной, заботящейся о детях, заботящейся о муже, хранительницей очага. Есть же специально в симограмме... Сразу, Оль, хочется такую заставку, когда обстоятельства здоровые, она любима и любит, и защищена. То есть, есть созданы условия, где она может прекрасненько проявить всю свою красоту внутреннюю. Конечно. Ей надо себя отстаивать, защищать, кормить потомство в одиночку. Она знает, что она женщина, и ей этого достаточно. То есть, получается, что если женственность внутри есть, если женщина ее чувствует, ощущает, дышит ей, принимает ее, и живет ей, принимает себя такой, и самооценка в норме, тогда женщина будет нести с собой эту женственность. Но бывает же так, как бывает в блядцевых журналах, да? Когда женственность развивается не так, да? Давайте затронем, раз уж... Скажи так, по каким-то причинам... А можно я историю расскажу? Да. Вот прям как раз она в тему сейчас. Где-то это как притча. Каждая девочка рождается ангелом с крылышками. Феечка такая. И такая летая, и такая ангелочек, феечка. Но она попадает в мир, рождается, и наш мир не совершен. Там крылышко обломала, там крылышко обожгла, там крылышко поранила. И в итоге девочка вырастает, она от своей природы же не может уйти, она же женственная. Но она же летает, она же порхает. Но крылышек нет уже, а от природы не убежишь. Тогда девочка берет метелочку, садится и начинает на этой метелочке летать. То есть она все равно продолжает быть женщиной, но она как бы немножечко раненая. Она как бы немножечко болеющая, да, девочка, женщина. Она нецелостна. Потому что ощущение женственности – это целостность личности как таковой. Я себя принимаю разной. Женщина может быть полной. Женщина может быть очень худой. Если мы берем понятие веса. Мне говорят, я, вот близкий пример мне, мой близкий человек. И она говорит мне, ну я ведь такая. Я говорю, я тебе назову тысячу женщин, которые прекрасно воспринимают свой вес. 80-100 килограмм. Они любимы, они дарят любовь и чувствуют эту женственность в себе. Женщина развивается в любви, когда она любима, прежде всего, самой собой. Да, и когда в нее вложили, и папа, и мама. Мама, например, говоря о том, что девочки не сидят вот так, расставив ноги, да. Или, то есть норма, правила, да, каким-то определенным, но без перекоса. Потому что если переносит палку, это запрет. И вот мы выходим на очередную, да, проблему, когда утрачивается женственность. Вот в том зачаточном состоянии, потому что она развивается по мере взросления девочки. Мы проговорили, что с 3 до 6 это идентификация по половой принадлежности, да. Я как мама, а мальчики, я как папа. Далее, сейчас, потом с 6 лет, где-то 5-6 лет, да, мальчики проходят стадию эдиповую. Если брать Фрейда. Соревнования с папой, с мамой. Да, и девочки проходят, значит так, стадию электры. Когда папа становится важным, я хочу быть с папой всегда, мама мешает мне тут. Да, и тогда возникает конкурирующая ситуация с мамой, а у мальчика, когда эдипова, с папой. То есть, и вот насколько с наименьшим сопротивлением стороны выйдут из этого, из этой стадии. Это грамотность родителей должна быть. Прежде всего, да, что нужно, ну прежде всего это знание. Знание, опыт. Если ты знаешь о том, что в этом возрасте девочки реагируют так, значит легче родители будут справиться с этим. Мама не пойдет в соперничество с дочерью. Не пойдет. То есть, она будет направлять ее, корректировать и говорить, нет, ну так нельзя, или там, ну вот здесь ты вот, может быть, подумаешь как, и так далее. То есть, мама не пойдет в агрессию. И границы. Мягко разъяснять позиции. Я сплю с папой. Я хочу спать с папой. Нет, с папой сплю я. Мягко, спокойно, по-деловому. Да? Ну, и как бы, и ребенок, конечно, он будет привыкать к этому. Потому что, если ребенку все дозволенность дать, то он на голове будет плясать. Вот. А девочка должна понимать, что нормальные отношения, скажем так, которые будут нести с собой любовь, добродетель. И, ну, как, глядя на родителей, да, и что родители не ссорятся из-за нее, да, потому что дети часто выступают, ну, скажем так, на арене между родителями, да, и родители потом тащат каждый на свое одеяло, да. Вот здесь нет вот консенсуса, здесь нет, скажем так, бесконфликтного общения. И иногда бывают такие грустные моменты, когда родители используют детей, иди скажи папе то, иди скажи маме то, то есть ребенок как посредник, по сути, медиатор такой. Либо он идентифицируется по маме, либо по папе, да, неважно, какого он пола. И тогда получается, что, если происходит застревание на какой-то определенной стадии, девочка так и остается девочкой, а мальчик так и остается маминым мальчиком. То есть вот здесь застревание. С трех где-то до 12. Папина доча. Мамин сынок получается так. Да, да, да. И с трех до 12 лет это определенные понимания того, что идентификация уже полностью, скажем так, принимается девочкой. И таким образом у девочки начинается минархит, да, половое созревание. Потом до 12, да, вот растет грудь, изменяется тело. И важно здесь, в этой стадии, чтобы папы не пугали взросления дочери. Потому что чаще, что мы наблюдаем, одень юбку подлинней. Так, увижу тебя с мальчиком, прибью. Ну, часто, в моем детстве так это всегда часто. Но, к сожалению, еще есть очень такая разрушительная фраза «Не вздумай принести в подоле». Это такое сценарное решение девочки. Принесешь в подоле, сама будешь воспитывать. Да, и чаще всего мы с этим сталкиваемся. Это было в поколениях наших бабушек, это было в поколении, да, когда был запрет на секс и все остальное. Ну, это не значит, что его не существовало, да, и некоторые дети... Тогда был запрет на секс, сейчас в наше время это искусственное, скажем так, насаждение сексуальности, как извращение. То есть понятие сексуальности, как энергии жизни, оно не рассказывается девочкам. Нет. А предлагается готовая глянцевая область. То есть если мы рассматриваем наши предыдущие поколения, то там прописан запрет на сексуальность как таковой, потому что секс это плохо, никто об этом не говорил, все, это постыдно. Сейчас средства массовой информации насаждают секс как в более извращенной форме, то есть его прям культивируют. А само здоровое понимание сексуальности как либидо, как жизненной энергии девочки не получают. И в итоге получается у нас... Разрыв. Глянцевая обложка журнала. Да. Снаружи девочка вся такая ухоженная, то есть вот этот кокон, да, тело, а внутри опустошенная душа и разрывность между телом, разумом и душой. Вот получается так. Да, и я прокомментирую, что здесь, что затрагивается. Когда раньше это был облик один, да, в советское время, да, то сейчас, конечно, насаждается это все. Почему сексуальность? Она же Фрейдом, да, и Юнгом... Фрейд рассматривал как истинно сексуальную энергию, а Юнг, он пропагандировал это как жизненную энергию, вообще в целом энергия, да. И когда в данный момент времени нам показывают глянцевые журналы, СМИ пропагандируют, что нужно быть раскрепощенными, уверенными, что еще сейчас, да, лидерами, да. Не каждый человек по природе может быть лидером, и это задатки определенные, да. И вот это движение вперед, научно-технический прогресс, а также насаждение интернет ресурсами всевозможных сексуальных, даже извращений, перверсий, да, где подростки могут, конечно, посмотреть и проинтерпретировать для себя. Жаль, что если они не пойдут обсуждать это с родителями, и тогда у них не складывается неверное впечатление. Так вот, вот эта красота идеальная, да, вот смотрит на нас женщина журнала. Вы, если просмотрите любой журнал, или по косметологии, да, там, или какой-то, допустим, известный психологи, да, психологист есть, то там исключительно счастливые лица. В природе так не бывает. Женщина бывает разной. И состояние у нее бывает разное. Да, и она может быть и агрессивной, она может быть и ласковой, и нежной, как котенок. И в печаль поплакать. И в печали поплакать, и побушевать, и разные у женщины состояния. Их нельзя избегать, их нельзя игнорировать. Почему? Потому что все нужно проживать. Но проживать нужно не в острой форме, да, а когда есть еще спутник, с которым ты можешь это проживать, партнер, если мы о женщине говорим, и он позволяет, да, выпустить дух, или там, скажем так, активно вести по жизни, да, эту женщину. Он принимает на себя роль, что он глава семьи, да, или партнер, да, ну, скажем так, у всех по-разному. У нее крепкое плечо. Да, у нее крепкое плечо. А женщина таким образом тыл ему обеспечивает. Она его вкус-то кормит. Когда у меня, пример приведу, маленький был мой ребенок, и, значит, и мужчина стоял рядом, а, ну, он заплакал, грудь просит. Ну, и для меня же не проблема была покормить. Я отвернулась и кормлю. А мужчина, который рядом стоял, он говорит, мужчина должен быть накормлен прежде всего. То есть, когда мужчина накормлен... Отозвалось, да. Вот, поэтому, конечно, когда мужчина приходит домой... Есть такая шутка даже, что мужчина меняет одну грудь на другую просто. Дело, да, и он, мальчик же выбирает по образу и подобию мамы, вот. Но здесь тоже кроется такая тайна. Конечно, если образ матери был негативным, значит, мальчик не выберет либо совсем такую, как мама, наоборот, сделает наоборот. А если этот образ ему приходится по сердцу, он любит этот образ, он выберет такую же, как и мама, девушку, а потом и будущую жену. И девочки также. То есть, либо отец жесткий, и они выбирают мягкого мужчину. А есть, когда девочка крутит папой туда-сюда, папа, забери меня из садика, папа, я не хочу сегодня в школу. Манипуляции, детские манипуляции. Детские манипуляции, да. И папа весь растворен в этой девочке. То есть, структуры он ей не дает. Не дает, да. И там, где нормы, папа же тоже нормы несет с собой. Папа... Ну, папа вообще-то не законодатель СИИ-то вообще-то. Папа крепкий. Да, это закон. Это вла... Родители, это власть. Конечно. И от того, какая эта власть будет. Демократическая, попустительская или тоталитарная, да. Здесь же очень... Или авторитетная. Да. Два авторитетных здоровья. Вот есть авторитетная, а есть авторитарная. Да. И вот, когда эти все аспекты рассмотреть, можно понять, как воспитывался ребенок, мальчик или девочка. Но если про девочку говорить, да, в режимных, жестких рамках девочка долго не сможет существовать. Либо она сбежит из дома в 18 лет и скажет, я больше ничего не хочу иметь со своей семьей. А бы как бы прожить. Просто, ей же брак, чтобы убежать от мамы или от папы, да, допустим, из травмирующих ситуаций. Где женственность теряется? Когда эмансипация, да, наступает. Когда женщина курит, когда она... Разрушает себя. Да, когда она носит исключительно мужскую одежду. Когда она вступает в половые отношения с тем же полом, что и есть. Мы сейчас говорим о том, что как она уходит от этого, да, от внутренней женской сущности. Я себя рассматриваю как проводник. Вот потому что мне повезло в моей жизни, я вернулась к себе. И работая у меня в основном женский контингент, это беременные, роженицы или кто собирается рожать. И вот этот основной акцент я делаю здоровая семья, два здоровых человека. Здоровый мужчина и здоровая женщина. Но женщина найдет здорового мужчину только при условии она здоровая. То есть вот это внутреннее семя женственности, вот эта интуитивная, природная составляющая, как голос, она просто скажет, нет, от этого мужчины отойди. У нее что-то внутри начнет происходить. И она поймет, что этот мужчина, который ее будет разрушать, она же себя не будет разрушать. Она же к себе относится трепетно, нежно. То есть женщина, вот эта женственность, нежность, любовь, ласка, прежде всего на себя направлена. А потом на других. То есть женщина, которая умеет себя любить, ценить, ласкать, оберегать, она и к другим также будет относиться. И она не потерпит рядом с собой человека, который ее будет разрушать. Она сразу скажет, ты, конечно, хороший, но не из моей сказки. В моей сказке все будет подруга. Она очень быстро разберется, что это не ее человек. И вот это для меня и есть, вот эта женственность, которая проявляется здесь. Да, да, да. Но это взаимодействие само собой. Да, 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 да. И защита собственной жизни. Но если у девочки по жизни низкая самооценка, то есть ее разрушают, изначально запреты, установки, да, что мы берем? Если мама говорит девочке такие фразы, не принеси в подоле, да, нельзя с мальчиками встречаться до 18 лет, не носить короткие юбки, что ты вырядилась, то есть у меня примеры из практики очень достаточно, и это унижение происходит в присутствии еще и других людей, то девочку этот запрет будет сковывать, и женственность ее будет в зачаточном состоянии, пока не найдется тот человек, который сможет ее раскрыть, мужчина, разбудить, или психотерапия вам всем в помощь. Потому что чаще всего женщины не чувствуют себя. Мы же говорим о гармонии души, тела, да? Если женщина любит себя, принимает свое тело, принимает свои качества, да я разная бываю, я же разная. И я себя люблю так. И это все я. И это все я. Если отгонять от себя, отщеплять вот эти вот качества, которые негативные, мы же говорим про тень, да, если рассматривать теорию Юнга, то тень это то, что мы в себе не принимаем. Это то, что нас раздражают другие. Ты плохой, или ты плохая, да. То кажется, я не такая, я вообще не принимаю это. Ну, конечно, потому что ты в себе отторгаешь, и этого не видишь в себе. А люди, которые это транслируют, женщинам не нравится, да. И когда я понимаю, что это же во мне, и я принимаю, но не гоню, тогда эта функция будет приниматься. Это потенциал, который... Я разная, я такая. Я всегда клиенткам говорю, если вы любите себя, то вы любите себя всю. И, знаете, такое откровение бывает, что я начинаю такое, а вот по тренингу. Я люблю свои руки, я люблю свои ноги, я люблю свой живот, всю себя, лицо и так далее. То есть, вы бы видели в тот момент эти счастливые лица, что у них прямо вот чувство любви к себе начинает пробуждаться. Потому что женственность, если утрачена, её очень-очень трудно будет потом. Сначала душу вылечить, и постепенно потом взращивать, чтобы эта семечка попала в плодородную почву. А если почва... Я обожаю фантазировать и сравнивать свою женственность. Иногда я чувствую себя как озером с подводными вот этими вот источниками, которые бьют ключами из-под земли. Иногда я чувствую себя почвой плодородной, когда вот эта семечка женственности там попадает, и какое оно сделано. Иногда я чувствую себя деревом, корни у которого вот это прошлые все роды, там, предки. И я вот этот ствол, и вот эти вот ветки, листья, которые благодарят Творца Всевышнего. То есть я как женственность могу быть в разном абсолютном образе. Я могу быть бушующим морем с вот этой вот такой силой мощной, которая все сметает. Оно бывает и такое. Но ведь женственность. Женственность, она же эмоциональна. Конечно. А мужское это логика, да, рацию, разум. Вот. Поэтому можно встретить и женщин. Допустим, если женщина за рулем, да, это не мешает ей быть женственной. Но если она всячески пропагандирует, что я лучше, я как вид, да, да, ну, у нас же только два пола, мужское и женское. Это сексологи сейчас более 50 полов выделяют. Но для меня всегда существовало только два пола. Мужское и женский. Вот. Поэтому здесь очень важно распределять, кто я, да, для кого. И вот эти запреты, которые, ну, вернемся к материнским запретам, допустим, могут что за собой повлечь? Когда мама говорит эти фразы, она дает запрет на деторождение, а также запрет на здоровые отношения, запрет на то, что женщина вообще может потом зачать, да. И вот если запреты эти в течение там обращения к специалисту снимаются, то женщина благоприятна. Но когда начинаешь искать корни, то понимаешь, что у установок и запретов очень много заложено. В негативных. У нас, когда, помнишь, был семинар с Натальей Олеговной, насколько мне я прям выбежала, такая счастливая, когда была сказана фраза, что девочка рождается сама по себе уже с ценностью вложенной, потому что в ней заложен весь генетический код и рот, да. И все, девочке ничего не надо делать, ничего достигать. Она уже родилась значимым и ценным человеком. И я как-то пришла к своим девочкам, значит, рассказала, что у вас уже все есть, у вас там все знания есть, все, вы родились уже вот ценным. Мальчику нужно возрастить себя в мужчине. Мальчик мужчина не рождается только потому, что он гендерно там со своими богатствами. То есть, когда мальчик вырастает и в 40 лет он себя ощущает мужчиной только потому, что у него есть гендерное богатство, вот мы получаем таких вот мужчин в слабой позиции, как я их называю. Они мужчины, но они в слабой позиции. Они трусливые, они, скажем так, безответственные, инфантильные. Они мужчины, но они как бы не доросли. Они не выросли, они не повзрослели в мужчину, не воспитали... Да, они не воспитали в себе вот это мужское качество, которое от мужчины ожидается. Да, он должен. Он должен возрасти. То есть, это его задача при рождении возрасти в мужчину, чтобы быть защитником, добытчиком, опять же, иметь вот эту добрую, ласковую душу. А девочка такая... И когда я сказала с ним девочкам, они такие, мама, все, мы сейчас всем это рассказываем, и мы такие счастливые, и все, нам это так все нравится. И как-то я попросила Полиночку приготовить эти яйца жареные. Она не готовила, никогда не знала. И она ко мне приходит, приносит, мне так вкусненько, все красиво оформлено. А я ждала, когда она придет, меня спросит. И я ей говорю, а ты там что, в интернете посмотрела? Она говорит, да нет, сама приготовила. А тебе кто-то рассказал? Нет, сама. Ну, ты же, мама сказала, у нас там все есть. Я просто встала, подумала, и вот так вот все произошло. Вот эта уверенность, которую ты дала, она как раз ей и помогла осознать, что я могу. А уже то, как это сделать, это другой вопрос. Это то, что она видит. Она видит, ну, конечно. Она видит, как мама готовит, как вкусно, невкусно, какие-то эксклюзивные блюда, или как день рождения оформляет, да, и так далее. То есть от женщины очень многое зависит. Потому что если, допустим, женщина не умеет готовить или игнорирует эту свою часть личности, да, то есть девочка не будет знать, что ей делать. Однажды я столкнулась с тем, что подруга моя говорила, почему меня не готовили, почему мне не рассказывали, что нужно готовить, что нужно, как нужно заботиться о противоположном поле, почему мне не говорили, как надо ухаживать за детьми, и вот такая, знаете, обида. Подготовки к социальной, вот это роль женской. Роль женской, да. Вот. Мама, допустим, все это делала, да, то есть и здесь может быть дырка, да, как говорится. То есть девочка со своей женственностью интуитивной такая вышла в социум, в мир. И столкнулась с жестокой реальностью. И столкнулась с тем, что есть вот эта женственность как природа, а есть социальная роль женщины, которая необходима, чтобы они были в равновесии. Говорят, женщина, она в таком внутреннем равновесии. Она может свою женственность в практической жизни проявить, да? То есть это проявление в практической жизни. Да, и когда папа приучает девочку к мужским видам спорта и с ранних лет, девочка должна себя защищать. Девочка должна себя защищать. Но единоборство – это не женский вид спорта. Если мы хотим взрастить девочку и женственность в ней адекватную, тогда можно выбирать любой другой. гимнастику, фигурное катание, да, всевозможные какие-то женские, да, виды спорта. Там, где девочка может действительно себя проявить. Плавание. Также хорошо для общей физической подготовки, да, которая не калечит, а которая поддерживает здоровое состояние ребенка. То есть родителям обращать внимание, что хотят дети Обязательно. Сами. Или что пытаетесь вы, как родители, навязать детям? И для чего? Да. Ой, замечательный фильм мы с мужем недавно посмотрели. «Блеск». Вот там посмотрел. Очень замечательный, посмотрите, потому что там как раз вот этот пример того, что хотел папа, да, и что он закладывал в своего мальчика. Но также это может быть и с мамой, и с девочкой. Мама хотела ходить в музыкальную школу, ее художественную, и она не могла, или ей не могли этого позволить родители. Нет. Или в выборе профессии, да, ну, кем ты хочешь стать. Ну, и все были врачами, и ты тоже будешь врачом. Да. А девочка вообще мечтала быть балерина. Да, да. Или, допустим, вот мальчику хорошо быть юристом, это хорошая денежная работа и все остальное. А сейчас мир такой, поэтому иди ты, девочка, тоже в юристы, чтобы смогла себя обеспечить. Да, и защитить. Да. И защитить. Защитная функция. Да. Да? Законодательство знать. Вот. И таким образом, а она, например, балериной хотела стать. Или она хотела стать педагогом. Как она педагог не будет. Да знаешь, сколько сейчас эти педагоги получают? Копейки, сколько там. Да. Так говорит, вот примеры жизни. я хотела в театральный, она, скажем так, скажем так, организует, да, что они даже взгляд ее ловят и не балуются. А именно вот в этой группе, например, вот всегда проходили на ура эти утренники. И отношения к этим протективные, принимающие. На кого мне положиться, как не на вас? Как дорогого стоит, да, такой педагог. И женщина, которая несет с тобой. Внутри свет. Я свет. Женщина, она остается женственной в любых обстоятельствах, потому что вот эта женственность как семя, оно даст, если дать ему выход, оно даст плод, оно даст сход. А вот как насчет именно психологического аспекта женственности, как более пассиво принятия и отпускания, а мужественности, как волевое принятие решений, и сила, направленная на нахождение вот этого решения, достижения, задачи какой-то. Вот как это здесь? Мы сейчас бы хотелось об этом поговорить. Если рассматривать природу женского и мужского, обожаю теорию Юнга, она красивая просто, эта теория. И когда он рассматривает и мужское, и женское в одном человеке. Как в совокупности. Конечно, анима – это женская составляющая, а анимус – это мужская составляющая. И вот в норме все равно и женское, и мужское состоит в каждом из нас, и в женщине, и в мужчине. Но бывает так, что социумом закладывается то, что девочки, они примерные, они принимающие, податливые, эмоциональные. то мальчик рассматриваются как воин, победитель, решающий задачи. Зачастую всегда, когда женщина рассказывает о том, что у нее случилось на работе, и так переживает, так переживает, и потом, значит, муж, когда заканчивает, или там молодой человек, надо пойти и сказать им то-то, то-то, то-то. И они не понимают друг друга. То есть, и тут происходит заминка. Почему так происходит? Потому что женщина рассказывает о том, что у нее накопилось за день, эмоции выплескивает. Ей не надо в этот момент принимать решение. А мужчина, он всегда направлен на решение задач. Ну, ты же жалуешься, значит, тебе нужно в этом помочь. И я помню свой конфликт с супругом, когда он говорит, а зачем же ты мне все рассказываешь об этом? Я говорю, ну, как же, ну, поделиться. Он, а че ты? Я вот думал, что мне надо что-то сейчас вот тебе сказать или прям решительные действия какие-то принимать. По-мужски? Да, по-мужски. А че тогда об этом говорить? Зачем ты об этом тогда рассказываешь, когда ты не хочешь принимать мою точку зрения? Я говорю, да я ее принимаю, я просто хочу, чтобы меня просто выслушали. Вот в этом разность, да, мужчины и женщины. И вот про, если брать аниму и анимус, если в женщине много анимуса мужской части, то она будет нацелена на результат. На достижение. Да, на достижение, на лидерство. И зачастую она будет выбирать либо себе слабого партнера, который ей подчиняется, либо это будет партнер, который ее обгонит, да, будет соревновательность. А если это будет брак равных людей, тогда это будет сплошная конкуренция. Если у женщины совсем в низком качестве, значит, анимус, мужские вот эти как-то, маленькие, маленькие совсем, да, вот она женщина-женщина, такая нежная вся, ласковая, и не может себя защитить. Чаще всего, когда... Ее подавляют. Да, ее подавляют. Вот важную тему сейчас затронули. Спасибо, Наташа. Я всегда говорю о категории женщин, которые девочками пережили сексуальное насилие в семье, физическое, психическое, психологическое, да, составляющее. Такие женщины, они ранены. Они ищут свою идентичность. Они могут быть, выглядеть внешне женственными. Они умеют красиво одеваться. А саму женственность себе не чувствовать. И есть прекрасный фильм по этому поводу. Я забыла режиссера. Нежность. Тоже не смотрела. Замечательный фильм. И это 20-минутная короткометражка, но она настолько показывает, как эта женственность утрачена, что женщина всю жизнь положила на то, чтобы построить карьеру. И голос за кадром говорит. Но вагоны, любовь, семья, дружба пронеслись мимо. То есть, вот это когда анимус большой, да, и он заслоняет женскую сущность. Конечно, очень много всего спрятано в семьях, да, и казалось бы, говорят, ну почему она такая? У нее замечательная мама, а она вот такая выросла. либо запрет, либо установка, либо направленность на то, что девочки должны выживать в любом случае, и тогда эта девочка вырастет и будет обесценивать мужчин. И для того, чтобы ей, ну скажем так, нормальные взаимоотношения установить с мужским полом, ей необходимо в себе это принять, что она все же не мужчина, а она женщина. И это, наверное, как раз эксперименты от 12 до 18 лет, вот эта подростковая сексуальность, когда более всего нашим подросткам и девочкам в самом большом объеме нужна поддержка грамотных, опытных, здоровых родителей. Конечно. И вот эта спокойная атмосфера в семье, когда ребенок приходит... Ему хочется домой. Да, да, хочется домой. Дети, которые... Когда эксперименты не запрещаются, когда есть прямая обратная связь, именно, ну как сказать, открытость душ, сердец в семье. Когда это закладывается? И оно продолжается именно в подростковом возрасте. А продолжается это с момента того, как ребенок появляется в семье. Потому что, когда мама и папа, да, они открыто говорят о разных вещах. О жизненных трудностях, о том, что бывает так. Они показывают пример, рассказывают собственный пример из детства. Чего бы этого ни касалось. И когда есть доверительные отношения, не только присмотр и уход. Да, не только физическая забота, а психологическая, эмоциональная близость. Да, то, как многим сейчас этого не хватает, потому что многие женщины включаются в работу и забывают о том, что есть дети. А детям нужна поддержка, опора, да, не только папина, но и мамина. И мама показывает, делись со мной. Случаи из моей жизни, что когда-то мама со мной не разговаривала. А когда я стала взрослеть, ну, скажем так, лет 16, она стала спрашивать, а почему ты меня ни о чем не спрашиваешь? И не рассказываешь. И не рассказываешь. А почему ты не хочешь? А мне это уже было не нужно. Я сама себя в этом отношении воспитала. И мне очень помог мой папа, который мне так сказал. Я на сексуальные темы говорить с тобой не могу, но я тебе хочу сказать, что есть такая газета, в которой ты можешь что-то прочитать. Спид-инфо. Да. В то время у нас было. Это было единственное в России развитие сексуального. И там всевозможные формы, но там была еще и медицинская точка зрения, и сексологическая. Газета прекрасная, я хочу сказать. К тому, что вот... А, там даже рубрика про детей была. Ну, такая подростковая рубрика. То есть вопросы и ответы. Это было очень важно. И, конечно, многое я узнала оттуда. Ну, конечно, там была и полезная, и неполезная информация. Но в любом случае, это хоть как... Что для подростка? Это информирование. И если мама не общается с девочкой, если мы идем в тему женственности, да, и не говорит о том, что бывает в результате непредохранения, да, ну, если ребенок вступил на этот путь, или четко обрубает, этого делать нельзя, да, это плохо, я не приму, не вздумаю, я тебя отвергну без такого прослания. Она может как-то изогнобить себя и сказать, мама не разрешает, и этот запрет будет идти с ней по жизни. Или она сделает наоборот. То есть всегда, когда зажимают в тиски, когда жесткое обращение, неважно от папы или от мамы, ребенок будет стремиться из этих тисков вырваться, если в нем достаточно энергии и ресурса. Ты знаешь, хочу поблагодарить вот моего сына, он действительно внес в мою жизнь такой переворот колоссальнейший. Я вдруг поняла, что моя-то задача как мамы состоит из двух вещей. Как мама, вот я как мама, первое, что я принимаю ребенка, вот слово «принимаю» мы очень много слышим, но что оно для меня, как оно-то зналось? Я изучаю, а что это вообще за маленький инопланетянин пришел ко мне? Это кто? Он откуда? А для чего он пришел? Я не навязываю ничего, я предлагаю, я где-то оберегаю, я где-то делюсь, рассказываю. И где-то контролирую. И где-то, ну, контроль это больше как структура, я это называю выбор и последствия. То есть вот так. Ну, для того, чтобы ребенок ориентировался. Ну, чтобы он научился выживать без меня, жить жизнью и брать ответственность за свои поступки. Так это и главная функция родительская, да? И второе, это контейнировать все, что, весь опыт ребенка, который есть. То есть я, папа не может контейнировать. Я, как мама, могу выслушать, выдохнуть. Это просто опыт. У меня иногда бывает, что же делать там, Оля, Лена, девочки, помогайте быстро, профессионалы, проплачусь. Потому что опыт бывает у ребенка болезненный. А мы маму, мы сочувствуем, мы сопереживаем. И я понимаю, что мне выслушать нужно прожить сначала свою реакцию, ни в коем случае на ребенка. То есть сконтейнировать, проглотить это все, переварить у себя все, продумать, включить, прожить и включить мозги, стать грамотным родителем. И прийти уже к ребенку с позиции, я взрослая, я большая, мы со всем справимся, я в поддержке. Вот это для меня вторая задача, как я контейнирую. Ты экспериментируешь с жизнью, это твои эксперименты, но я всегда рядом, чтобы оказать тебе должную поддержку. И помощь, если я необходима. И помощь, если я необходима. Или когда я буду необходима. Чтобы ребенок в случае беды не бежал к подругам, не шел решать какие-то вопросы сам, ну, если это адекватная ситуация, да? А бывают ситуации, когда нужно включиться, но здесь настолько это сделать нежно, тонко. Это искусство, вообще быть родителем это искусство. Этому никто не учит, но это такая важная часть в жизни любого человека, чтобы родитель был мудрым и смог свой опыт передать ребенку. Именно позитивный, именно такой получающий. Ну, в любом случае, ребенок на своих собственных ошибках учится. В любом случае, это закон природы. Потому что он это должен туда. Это хорошо. И это хорошо. Потому что он наступил туда, понял, что проваливается. Иначе надо от этого уберечься, да? И я думаю, что здесь очень большую роль именно общение занимает. Это просто. Даже когда у подростков появляются секреты, когда подросток, допустим, закрывается, что-то утаивает. Пожалуйста, у каждого человека... А девочке иногда нужно просто поговорить с тем, кто большой, добрый, понимающий. Но это мама. Но если у мамы была связь с девочкой, достаточно принимающая, протективная, доверяющая, то есть обстановка такая, что она может раскрыться, то и в подростковом возрасте она не замкнется. И я все-таки склоняюсь к тому, что именно элемент здорового отношения к своей женственности, развития собственной женственности, это первоочередно, это как огонь в очаге. Вот он горит, и вся семья тогда обогревается. И кушать можно на этом огне приготовить. Поэтому вот трепетное, бережное отношение к своей женственности, если этого не было дано, и это каким-то образом ввело женщину в состояние ущербности, это нужно вылечить, это нужно восстановить, это нужно развить, это нужно дать этому жизнь. И тогда всем, я говорю так, женщина душа, ей хорошо, всей семье хорошо. То есть вот эта женственность, это как очаг, который греет саму женщину. Она полна жизни, идеи, энергии, творчества. Она знает, когда такая присесть, посидеть в какой-то своей грусти, она знает, когда вспыхнуть, как яркая звезда. Она знает, потому что она умеет, как настоящая женщина, взаимодействовать со своими разными вот этими вот состояниями. И это тоже искусство. И это тоже искусство. И это сходы, как распускающийся цветок, того самого семечка, который принесли когда-то домой. Когда-то домой, да. Хороший у нас разговор, прям такой активный. Живой подвижный. Да, и как я всегда говорю в окончании наших таких встреч, мы будем возвращаться еще к этим темам. О них мы будем говорить. Это интересно говорить, слушать. Я сама люблю такие беседы слушать, смотреть, когда люди не просто говорят в теории, они еще делятся с собственного опыта. Потому что это прожит. Это не просто прочитано с книги, что тоже хорошо читать книги. Не сухая теория. Да. Читать книги нужно. Важно. Мы учимся с примеров других людей. Но проживаем мы все через собственный пример. Конечно. И опыт мы приобретаем, проживая через собственный пример. Да, да. Оль, я очень рада была, что вы пришли, согласились. Спасибо. Пожелайте, пожалуйста, нашим женщинам от сердца, от вашей женственности, души, послание на завершение нашей беседы. Я благодарю Наталье. Это была очень увлекательная беседа. А вам, милой женщиной, я пожелаю вот что. Главное, учитывайте свое состояние, любите себя, принимайте себя. И как следствие, мир будет вас оберегать, любить и созидать. И принимать. И принимать. И я желаю вам в преддверии 8 марта хорошего праздника и семейного очага. До свидания, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова